Господа, чтобы заказать машину из США, Китая, Кореи, Европы или ОАЭ, если вдруг вы об этом подумывали, ну и чтобы поддержать канал с русскими переводами видео от Дага Демура, обязательно обращайтесь к моему хорошему и проверенному временем другу из компании «Кто твой дилер». Тимур, владелец этой компании, занимается импортом автомобилей в Россию с 2013 года, обладает большими знаниями и опытом в этой сфере, и по личному опыту могу сказать, что ему можно доверять. Команда компании «Кто твой дилер» поможет подобрать хороший автомобиль и предоставит полное сопровождение от подписания договора до момента получения ключей. Все будет сделано быстро и без лишних хлопот. Ребята поддерживают наш канал, давайте и мы поддержим их. Для этого переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь на их YouTube и Telegram-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю вам машину мечты и приятного просмотра. Это новый GMC Hammer EV SUV 2024 года. И это что-то. В нем 830 лошадиных сил, он может разогнаться как спорткар, но с дорожным просветом 40 сантиметров, с серьезными внедорожными возможностями, и он полностью электрический, чтобы сохранить окружающую среду этой планеты. Еще его ценник превышает 100 тысяч долларов. И сегодня я собираюсь снять обзор на новый внедорожник Hammer, чтобы показать вам все его фишки и особенности. Как тебе такой мем? Сегодняшнее видео предоставлено для вас Кассен Битц, моим автолюбительским сайтом с онлайн-аукционами, на котором недавно продали это, и это, и это, и это, и это, и это. Ладно, давайте начнем с наиболее безумных фишек Hammer EV SUV. Начиная с того факта, что он может ездить по диагонали. Они называют это режимом походки краба. Для его активации нужно удерживать вот эту кнопку по центру, как видите на этом изображении, все колеса направлены в одну сторону по диагонали, нажмите, и все колеса этой машины будут в самом деле поворачивать в одном направлении. И машина сможет двигаться по диагонали, а это просто взрывает мозг. И визуально, и по ощущениям, которые вы испытаете, сидя внутри автомобиля. Режим походки краба. Не уверен, найдется ли у него применение в реальном мире, но определенно это забавная возможность попонтоваться перед вашими друзьями на парковке, если вы таким владеете. Причина, по которой он способен на походку краба, в наличии четырехколесного подруливания передними и задними колесами. Зацените, угол поворота этой машины чрезвычайно узкий, несмотря на огромные габариты этого автомобиля. По факту, по словам General Motors, у него такой же радиус разворота, как у Chevy Bolt, а это малюсенький электромобиль. В этом гигантском внедорожнике все так же, и это благодаря четырехколесному подруливанию. Вот еще одна замечательная фишка. Само собой, во внедорожнике сзади находится багажник, ничего удивительного, но в этом есть еще и передний багажник. Открыв его, вы обнаружите огромное дополнительное багажное пространство. И это вдобавок к тому, что есть сзади. И как вы могли ожидать, это Хаммер, а значит он очень проходимый на бездорожье. Если перевести его в самую высокую настройку подвески, как сейчас, вы получите 406 миллиметров дорожного просвета. Это очень много, эта тачка переедет через что угодно, и раздавит что угодно, потому что она весит 4170 килограммов. Благодаря множеству батарей из него вышел просто здоровейнейший автомобиль. И зацените вот что, даже при том, что он смотрится как обычный внедорожник, вы можете организовать в нем езду без крыши, потому что это кабриолет. Вы можете снять передние панели крыши, и задние, и ездить без крыши. И это еще не все. Здесь, слева от руля, есть скрытая кнопка, нажмите на нее, и все окна этой машины опустятся одновременно. Одно нажатие, и все окна опущены. Чрезвычайно крутая особенность, и это относится даже к заднему окну на задней двери багажника. Так что в Хаммер EV вы сможете снять крышу, и опустить все окна, и насладиться ездой на открытом воздухе. Здесь еще полно фишек и особенностей, но сперва давайте обсудим кое-какую основную информацию касательно этой машины. Я уже обозревал его версию пикап, которая называется Хаммер EV пикап. SUV где-то на 30 сантиметров короче, и само собой его багажное пространство закрыто, как в обычных внедорожниках, но в целом задумка такая же. Это возрождение марки Хаммер, которое сгинуло уже как десятилетия назад, но в виде электромобиля, с таким же накачанным стайлингом и схожим маркетингом. Существует несколько разных версий Хаммер EV SUV. Цены на базовую модель стартуют в районе 80 тысяч долларов. В нем 625 лошадиных сил. Но вот это брутальная версия. Версия 3Х, как они ее называют. С начальной ценой в районе 107 тысяч долларов, и мощностью 830 лошадиных сил. Это много. И несмотря на свой гигантский размер и, вероятно, скудную аэродинамику, он все же может проехать 480 километров чисто на электротяге, и до 100 он разгонится за 3,5 секунды. Это уже уровень суперкаров. Он быстрее моей Porsche Carrera GT. Недостатком будет снаряженная масса. Как я уже говорил, это 4170 килограммов, и с этим приходится иметь дело после добавления такого количества батареи ради желаемых дальности хода и показателей ускорения. Они достигли этих показателей, но получили огроменный автомобиль. Так или иначе, переходим к остальным фишкам и особенностям. Начнем с посадки внутрь. Это брелок. И он вообще-то меня огорчил немного. За 110 тысяч долларов вы получите обычный брелок грузовика GMC. Не такой уж он и особенный. Даже хоть и автомобиль такой. Но открыв дверь, первое, что вы заметите, вот эту крышку на динамике, покрытую всевозможными странными линиями. По задумке они демонстрируют поверхность Луны. И как видите, на Луне есть вот такой вот след от ботинка. Это лунный ботинок. И подобное встречается во многих местах внутри этого внедорожника. Например, на ковриках также изображена поверхность Луны. И даже снизу, вот в этой области, для хранения вещей под центральной консолью, снова поверхность Луны. Когда я снимал обзор на версию пикап, в GMC мне сказали, что они так сделали, поскольку эта машина своего рода их полет на Луну. Поэтому всюду изображена лунная поверхность. И все то же самое с версией SUV. Помимо лунных изображений, по всему этому автомобилю разбросаны и другие пасхалки, как, например, небольшое изображение их машины на центральном экране сбоку. Сразу так его и не заметишь, но оно там есть. То же самое в углу лобового. Снова изображен Хаммер и Ви аккуратно и не броско втиснут в это местечко. А как насчет того факта, что на дверном пороге изображено вот это? Оно соответствует дизайну передней светотехники этого автомобиля. Такой же дизайн, как спереди, отметился и на дверном пороге. По факту, если посмотреть внимательнее, вы обнаружите, что фары по краям представляют из себя маленькие логотипы в виде буквы H. H первая буква в слове Хаммера. Эта штука также встречается во множестве мест по всему этому внедорожнику. Один из примеров подобного – это центральные дефлекторы салонной печки. Они как бы образуют такую же букву H, первую букву из слова Хаммер. В любом случае, забираемся внутрь Хаммера и Ви, и одна из первых штук, что вы заметите, то, что здесь все на удивление роскошно. Даже хоть, вероятно, вы и не считаете эту машину люксовой, это быстрый и брутальный внедорожник, но он хороший. Здесь использованы материалы высокого качества, они приятные на ощупь и хорошо выглядят. Это хороший салон с шокирующими роскошными и высококачественными материалами. Как по мне, единственный реальный недостаток, единственное место, где они действительно продешевили, помимо брелка, который я уже вам показывал, это ручки поворотников и дворников. General Motors позаимствовали эти ручки из других автомобилей в своем портфолио, которые стоят намного меньше этого, и, блин, это заметно. Они хлипкие, плохо размещены, установлены слишком высоко, плохие на ощупь и смотрятся так себе. И плохо то, что они продешевили именно здесь, ведь вы часто будете их касаться. Не понимаю, почему GM не могли сделать этот момент как надо, но помимо этой небольшой детали, весь остальной салон выглядит очень даже ничего. Особенно мне нравится, как выглядят и ощущаются переключатели и регуляторы на центральной контрольной панели. Все эти переключатели круто выглядят, очень удачно расположены в одну линию, и благодаря нанесенной на них текстуре, на них приятно нажимать, и функции у них довольно крутые. Например, переключатель для смены температуры климат-контроля находится с краю. На него можно надавить вверх или вниз, и с нажатием, как видите на экранчике, будет сменяться температура. Круто! Но! Действительно крутая задумка. Переключатели, нажав на которые, на экране начнут происходить разные штуки. Например, регулятор подогрева сидений. Нажмите вот сюда, чтобы включить этот регулятор, и все, что было на экране над ним до этого, будет заменено на два новых регулятора. Один для охлаждения, другой для подогрева сидений. Теперь включить это можно соответствующими переключателями. Затем они исчезнут, и к этим переключателям вернется их обычная функция. То же самое с направлением воздуха, выходящего из дефлекторов. По центру, вниз или вверх. Нажмите здесь, и теперь можете выбрать это соседними переключателями. Это крутая задумка, поскольку так можно было сократить количество необходимых переключателей, поскольку у каждого из них может быть несколько разных предназначений. Единственный недостаток в этой области переключателей управления, на иконке рециркуляции воздуха они изобразили пикап. Даже хоть совершенно ясно, что это внедорожник. И кстати, к слову о переключателях, вот что еще стоит упомянуть. Я уже показал вам кнопку, которой можно опустить все окна, в том числе и окно на задней двери. Но, если вам нужно опустить заднее окно отдельно, а не вместе со всеми, вам понадобится вот этот переключатель рядом с зеркалом заднего вида. Нажмите, заднее окно опустится. Или надавите в другом направлении, оно обратно поднимется. Все довольно просто, вы можете управлять им отдельно от остальных окон. И к слову о регуляторах. Крутилка режимов на центральной консоли довольно интересна. Регулятор слева активирует походку краба и четырехколесное подруливание, что я ранее вам уже показывал. Нажав на нее вверх или вниз, вы можете повысить или занизить подвеску этого автомобиля, чтобы добавить или сократить дорожный просвет. Довольно стандартно. Кнопка справа очень интересная. Это треугольник с логотипом H в нем. Нажмите. И единственное, что после этого произойдет, так это появление имейл-адреса для советов и предложений на экране. В General Motors мне сказали, что их интересуют отзывы клиентов. Может, они хотели бы добавить в эту машину что-то крутое. Так что, если вы решите отправить им отзыв, то можете воспользоваться этим имейл-адресом, который появится после нажатия на вот эту кнопку. Крутилка вокруг этого селектора, само собой, сменяет разные режимы езды этого пикапа. Между разными внедорожными режимами, режимом для буксировки, нормальным, спортивным, так можно выбрать режим езды, и ваш выбор будет отображен на экране. Ну и к слову, об этом экране. Давайте секундочку поговорим о нем. Здесь, по центру, в этом салоне, есть огромный экран. Само собой, им настраивается множество разных функций, он очень отзывчивый, им очень удобно пользоваться. Касайтесь, он тут же делает то, что вы от него ждете, как будто это хороший смартфон. Очень хороший экран, хорошо продуман, интуитивный, и в нем есть кое-какие крутые особенности. Вероятно, самые интересные среди них, это разделы с различной внедорожной информацией, где чего только нет. От угла поворота руля до крены наклона автомобиля, давление в шинах, высота над уровнем моря, направление широта, долгота, все это, вероятно, может оказаться полезным на бездорожье. Еще здесь есть гугл-карты. Это встроенная функция с картой, которая есть во всех новых автомобилях General Motors. Все это отлично работает, обычно я пользуюсь Google Maps на своем телефоне, здесь это встроено в мультимедиа. И вот одна крутая фишка, когда на экране карты сбоку вы можете добавить еще один раздел, который можно настроить, выведя на него множество разных штук, в зависимости от того, что именно вы хотели бы там видеть. Вот одна отличная особенность экрана этого внедорожника, система камер, которая, само собой, здесь есть. По словам GMC, в этой машине есть 17 различных углов обзора, среди которых есть две водонепроницаемые камеры под внедорожником, так что вам будет видно все и везде, в любой момент времени. И буквально все камеры передают изображение в очень высоком разрешении, и это хорошо. И, к слову, про камеры и экраны. Давайте обсудим зеркало заднего вида. Сейчас оно выглядит как обычное зеркало, но если щелкнуть этим переключателем, на нем появится изображение с камеры. Это отличная особенность, поскольку вам будет видно, что находится позади, даже если ваша машина битком набита людьми и всякими вещами, и они загораживают обзор сзади. Так вам все равно все будет видно, поскольку на зеркало можно вывести обзор с камеры. И также в тему экранов еще один экран, о котором стоит рассказать. Это, само собой, экран приборной панели позади руля. Этот, я бы сказал, 50-50. На нем есть изображение лунной поверхности, здесь снова появляется эта крутая тема, как во многих других местах по этой машине. Но недостаток этого экрана заключается в том, что, если честно, он не такой уж и настраиваемый. Вы можете настроить, что будет отображено в левой части экрана, и вывести туда несколько предустановленных штук. Но их не так много. С правой стороны тоже есть несколько опций, можно вывести туда музыку, направление навигации, телефон и подобные штуки. Но даже так вы не сможете вывести на приборный экран полноценную карту. Это огорчает. И вы не сможете вывести туда, например, музыку и карту одновременно. Для приборной панели экрана, который можно было бы настроить по-всякому, этот, на удивление, застрял в своей стандартной позиции. И, кстати, раз уж я здесь, в районе области рулевого колеса, вот другие штуки, которые стоит отметить. Первое, в этом автомобиле есть технология помощи водителю Super Cruise, с которой по размеченным дорогам вы сможете ездить, не касаясь руля. Превосходная особенность. Также стоит отметить вот эту кнопку, которая опускает все окна по одному нажатию. Это очень круто. Дома по какой-то причине ей нельзя поднять их обратно. Так что, если вы решите опустить все окна одновременно, это возможно. Но чтобы поднять их обратно, вам придется нажать на каждый из переключателей стеклоподъемника по отдельности, в том числе и на переключатель заднего окна. Этой кнопкой окна не поднять. И вот это, честно говоря, не лучшая идея. Им следовало бы сделать так, чтобы она и опускала, и поднимала окна. И далее перемещаемся на задний ряд Хаммера EV, и он здоровенный. Переднее сидение сильно отодвинуто назад, и при том у меня есть место для коленей, куча места для бедер, здесь очень высоко. И до панели крыши ваша голова также не будет доставать. Огромный как передний, так и задний ряд. Салон этого автомобиля просто гигантский. И кстати, стоит отметить, что снять эти панели крыши довольно легко. Все, что надо сделать, потянуть за вот эту вот ручку. Это отстегнет ее с одной стороны, затем потянуть вот эту ручку сзади, это отстегнет ее с другой, и дальше можете просто снять эту панель. Это все, что надо сделать, как спереди, так и сзади. Не нужно ничего откручивать, ничего трудного, никакой последовательности действий, просто две ручки. И снимаете крышу. И можете наслаждаться ездой на открытом воздухе. И они снимаются по отдельности, если только один из пассажиров хочет ехать на открытом воздухе, а остальные нет. Но возможно и такое, если вдруг вам это понадобится. В любом случае, вот другие вещи, которые стоит отметить на заднем ряду. Во-первых, лунная графика продолжается и здесь. Также на крышках динамиков и на полу, в том числе на резиновых ковриках, снова изображена лунная поверхность. Кроме того, здесь тоже есть кое-какие люксовые штрихи, подогрев задних сидений и отдельный климат-контроль. Вместе с вентоотверстиями. Это, само собой, повышает сзади уровень комфорта. Еще здесь есть разъемы для зарядки. USB-C и USB-E. Оба они, это очень удобно. Но что еще лучше, посмотрите ниже. И там есть домашняя розетка. В нее можно подключить ваш... ...блендер. И блендерить, сидя прямо на заднем ряду. Далее перемещаемся к задней части хаммера EV-SUV. Здесь разместилась просто здоровеннейшая запаска. Это полноразмерная запаска и диск. И если внимательнее рассмотреть дизайн диска, на каждой спице вы обнаружите букву H. И с одной из сторон на этих дисках написано HEV. И по центру очередной раз появляется этот логотип с буквой H. Здесь скрыто много подобных штук, но в любом случае гигантская запаска. Гигантский диск. В результате дверь багажника этого автомобиля чрезвычайно тяжелая. И стоя на холне, открыть ее будет особенно трудно. Поэтому они сделали ее автоматической. Чтобы открыть заднюю дверь, просто нажмите на вот эту маленькую кнопку, скрытую снизу под фонарем с водительской стороны, и дверь автоматически откроется. Вам не придется и пальцем пошевелить. Ну разве что, чтобы на кнопку нажать. Ну да ладно. Как только вы заберетесь в багажник, во-первых, вы обнаружите графику с поверхностью Луны. Весь пол багажника это рельефная карта Луны, и это круто. Определенно странно, но мне в целом нравится, как это смотрится. Но также в этом багажнике вы обнаружите как плюсы, так и минусы. Главное преимущество это, несомненно, его форма и размер. Он плоский, широкий, высокий, и вам не придется иметь дело со скошенной линией каплевидной крыши, крадущей пространство в высоту. Сзади очень много места, и один из важных недостатков это то, насколько высоко придется поднимать ваши предметы для погрузки. Предположительно, под полом расположились батареи, так что груз придется поднимать выше бампера, выше вот этого выступа. Это довольно высоко и непросто, и пока вы будете что-то сюда поднимать, здесь вы снова обнаружите дизайн передней светотехники. Теперь он незаметно разместился вот здесь, в багажнике, вместе с маленькими буквами H по краям. Как я и говорил, по этой машине разбросано множество скрытых пасхалок. И в багажнике есть несколько классных небольших хитростей. Например, вот этот отсек слева для ваших вещей. Он, на удивление, большой, в нем можно разместить предметы помельче. Чтобы они не летали по багажнику, вы можете закинуть их сюда. Также в багажнике есть еще одна домашняя розетка, очевидно, это удобная вещь, и дополнительный практичный штрих. А с другой стороны расположились переключатели для складывания заднего ряда, левого и правого сидения. Нажмите, и сидения сложатся. Они не электрические, так что поднять обратно их не получится, их можно только сложить. Чтобы поднять их обратно, придется подойти к ним и сделать это своими руками. Это не так уж и трудно, но немного запутанно. Вот еще один недостаток в этом багажном пространстве. В этом автомобиле нет третьего ряда сидений. Он вообще не существует и не предлагается. Несмотря на гаргонтьюанский размер Хаммера, с третьим рядом вам его не получить. Вероятно, дело в том, что сидения расположились бы слишком высоко, поскольку в багажнике под полом расположились батареи. У пассажиров просто не осталось бы места для головы. Это вроде как недостаток, и в этом смысле Хаммер уступает в практичности, например, Ревюно Р1С, который доступен с тремя рядами сидений. С учетом сказанного, вот одно небольшое преимущество в багажнике. Поднимите пол, и под ним есть немного дополнительного пространства для кабелей зарядки или других способных уместиться здесь предметов поменьше. И к слову, когда вы закончите с багажником, для закрытия вам не обязательно тянуть за эту дверь. Так же, как и раньше, можете просто нажать на эту кнопку, и дверь закроется автоматически. Кроме того, на брелке есть кнопка, которая делает то же самое. Вам не придется напрягаться и тянуть что-либо. И если вашим вещам будет недостаточно пространства сзади, ну, вам повезло, поскольку в Хаммере и Ви есть еще и передний багажник. Открыть его можно несколькими разными способами. Слева от руля есть кнопка, вот она, нажмите, и он откроется. Еще кнопка есть на брелке, нажмите, и он откроется. Или скрытая кнопка есть под передним бампером, прямо вот здесь. Нажмите, и передний багажник автоматически откроется. И вам ничего не придется делать, опять же. Когда передний багажник открыт, вы обнаружите, что вообще-то он вполне большой. В нем вполне достаточно пространства. Передний багажник имеет больше смысла в версии пикап, поскольку там грузовая площадка сзади открыта. А если вам понадобится закрытое пространство, у вас будет и оно. Но даже в SUV с ним вы получите больше багажного пространства, а это удобно. В переднем багажнике не так много всякого интересного. Здесь есть небольшой разъем для питания, розетка под прикуриватель, а также сумки с изображением Хаммера. Вот они. По задумке в этих сумках можно хранить панели крыши. Сняв их, вы сможете уложить их в эти сумки и хранить в переднем багажнике. Помимо этого, здесь нет ничего особо интересного, хотя стоит отметить, что передний багажник также автоматически закрывается. Нажмите кнопку, и вот он автоматически закрывается. Так же, как сзади, вам не придется ничего делать своими руками. Когда передний багажник закрыт, вам станут видны некоторые фишки и особенности экстерьера Хаммер и Ви. Во-первых, как я уже упоминал, передняя светотехника. Вместо передней решетки здесь расположилась подсвечиваемая надпись Хаммер. И по краям находятся более крупные ходовые огни, которые также являются поворотниками. И если включить, то они будут вот так вот круто соскальзывать в сторону. Смотрится классно, довольно характерно и вроде как интересно. Вот другие интересные вещи спереди. Во-первых, три дворника на лобовом. Из-за широкого, но низкого дизайна лобового вам понадобятся три щетки. Чтобы покрыть все стекло. Не часто такое встречается, но здесь так. И кроме того, спереди есть шильдик GMC. Хотя ничего страшного, если вы его не заметили. Он маленький, смещен в сторону в угол, расположен не по центру, как в любом другом GMC. И это из-за того, что главная марка здесь это Хаммер, а не марка GMC. Их продают в дилерских центрах GMC. Технически это GMC. Но люди все равно будут называть их Хаммерами, а не GMC. Поэтому единственный логотип GMC находится вот здесь с краю, и еще один находится сзади. Но в остальном эта машина брендирована как Хаммер. И само собой это приводит нас к стайлингу экстерьера. Выглядит очень брутально, очень накачанно, агрессивно и по-хаммеровски. Как бы говорит эта тачка, воссоздавая олдскульный образ оригинального Хаммера и H2. Это должна была быть его современная интерпретация, и определенно это она. Очень похожа на Хаммер, определенно привлекает взгляды, и как мне кажется, именно этого они и хотели добиться. В этой машине нет ничего не броского, не считая вот этого малюсенького американского флага сбоку. Вы его не заметите, пока не посмотрите повнимательнее, но он там есть. На этом автомобиле он вполне в тему, само собой, General Motors это американский автопроизводитель, и этот автомобиль собирается в Америке, в Детройте, штат Мичиган. Ну да ладно, помимо всего сказанного, всех фишек и особенностей, еще одной важной фишкой будет вождение Hummer EV, так что давайте это сделаем. Ладно, веду Hummer EV SUV. Я уже давно хотел поездить на этом автомобиле, поскольку одной из моих любимых машин является пикап Hummer EV. Но я не фанат пикапов, я живу в городе, мне не нужен пикап, поэтому внедорожники подходят мне больше, у меня есть дети. Я бы взял этот, если бы брал Hummer EV, так что уже давно хотел на нем поездить, но честно говоря, отыскать их довольно непросто, поскольку собирают их очень-очень медленно. Он вышел уже, может, шесть месяцев назад или семь, но выпущено было совсем немного. Их собирают не в больших количествах, но вот я в нем сижу, и я вожу его уже несколько дней. И должен сказать, мне кажется, он просто крутой. Я считаю его действительно крутым, и Hummer EV так приняли не все. Это на самом деле довольно интересно, потому что они выпустили автомобиль, который должен был показаться привлекательным аудиторией, которая не заинтересована в электромобилях. И мне было интересно, как он зайдет. И все оказалось предсказуемо, не так уж и хорошо. Они продаются не в больших количествах, и цены поддержанных начинают падать. Но чисто с точки зрения автомобиля, как транспортное средство в плане вождения, того, как он выглядит и в плане владения, мне кажется, он очень крут. Думаю, что он круто выглядит, он немного чересчур брутальный, но смотрится круто. Едет, как мне кажется, превосходно. Он очень быстрый, он может переехать через что угодно, в нем отличный салон, здесь, на удивление, комфортно. В этом автомобиле есть чему понравиться. И, как мне кажется, в итоге проблема Хаммера и Ви, тут я буду осторожен по политическим соображениям, этот тип автомобилей в первую очередь привлекателен для консервативных людей, которые не покупают электромобили. Но электромобили, как правило, привлекают либеральных людей, которые не покупают гигантские брутальные Хаммеры. И в результате этот пикап заходит не так уж и хорошо. Но для кого-то, кто не так заморачивается и просто любит машины за то, чем они просто являются, мне кажется, он очень крут. Скажу, что в ощущениях от вождения есть несколько недостатков. Самый важный недостаток – это шум ветра. И мне особо не бросалось это в глаза с пикапом и Ви, в котором крыша также снимается. Но бесспорно проблема в съемной крыше. Сверху четыре панели, плюс еще четыре двери, окна опускаются и поднимаются, и в этом автомобиле много чего снимается. Так что даже если тут что-то не так, или, может быть, так было задумано, так или иначе, вы будете слышать шум ветра, особенно при езде по шоссе, где я сейчас и еду, собственно говоря. Еще одна проблема этой машины – ее гаргонтьюанские размеры. Вам придется планировать, сможете ли вы проехать, потому что, если машина перед вами где-то сможет проехать, это не значит, что сможете и вы, потому что у вас будет самая большая машина на дороге, и это очень тяжелый и большой автомобиль. Также вам будет слышен шум шин, и вы больше будете чувствовать шины, это большие грубые внедорожные шины, так что у вас не будет мягкой езды, как в люксовых машинах, но езда довольно мягкая. И даже неожиданно, насколько здесь комфортно, учитывая, что это вездеход, внедорожник, знаете, автомобиль, который проедет где угодно. Я лично водил все электромобили, каждый из них от Ривиана до Люсид, все Теслы. И я в самом деле думаю, что Хаммер и Ви, среди всех них, является самым разносторонним, потому что он быстрый, он роскошный, он способен на бездорожье. Проблема в том, как он выглядит и в его цене. Если бы это был внедорожник за 75 тысяч, похожий на Ривиан, или Рейндж Ровер, или Киа Теллюрайт, то это был бы один из самых хорошо продающихся автомобилей планеты. Но из-за того, что его сделали более брутальным и больше похожим на Хаммер, определенно он оттолкнул много покупателей электромобилей, и его цена от 110 до 120 тысяч долларов, это большие деньги. Еще одна штука, которую я хочу добавить про Хаммер и Ви, многие жалуются на то, что он недостаточно экономичный. Его расход эквивалентен 45 милям на галлон, батареи настолько здоровые, что заряжать их вы будете вечность, это слишком расточительный автомобиль. И мне кажется, это очень глупая критика. Ну то есть да, это так, но если подумать, что еще есть в этом сегменте среди машин с ДВС, моя Тойота Секвоя меньше этой машины, в ней вдвое меньше лошадиных сил, и ее расход 20 литров на 100 километров. Здесь вдвое больше мощности, его размер больше, и при том это электромобиль. Само собой, он не настолько же экономен, как Тесла, или Фиат 500 Электрик, или Люсид Эйр, все эти автомобили. Но если подумать про автомобили на ДВС, с которыми он будет соревноваться, то эта машина вполне впечатляюще экономна. Его расход эквивалентен 5 литрам на 100 километров, и это лучше, чем у Тойоты Короллы. Притом я разъезжаю на брутальном квадратном Хаммере, который до 100 разгоняется за 3,5 секунды. И с этой точки зрения он довольно хорош. Если честно, это просто отличный разносторонний автомобиль. Если смириться с его стилем, высотой, размером, весом, и небольшим недостатком в виде шума ветра и шума шин. Итак, это новый GMC Хаммер EV SUV. Здоровенный и зверино-брутальный автомобиль, сочетающий в себе агрессивный стайлинг Хаммера, экономичность экологичного электромобиля, ускорение суперкара, внедорожную проходимость, опыт езды на открытом воздухе, люксовый салон и отличные технологии. Он способен на все перечисленное, только в гараже не уместится. Теперь же пришло время оценить Хаммер EV SUV по шкале Дага. И вот шкала Дага. 72 из 100, что размещает Хаммер EV SUV здесь среди соперников. На самом деле довольно высоко, рядом с моими любимыми электромобилями, как Риви НР1С. Но Хаммер EV SUV плохо продается, и проблема заключается в том, что эта машина никому не нравится. Любителям электромобилей не нужна машина с такой внешностью, а людям, которым нужен автомобиль с такой внешностью, не нужен электромобиль. Я лично думаю, что он невероятно крут, в нем есть все и сразу, он быстрый, способен на бездорожье, высокотехнологичный, он электрический, спасает планету и даже кабриолет, но похоже, что покупатели предпочитают более традиционное ради Несс и Тесла модель X, чем я, если честно, не удивлен. Очень плохо, ведь Хаммер EV SUV это хорошая машина. Перевел, озвучил Дима Экзосфера. Дима Экзосфера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...